Рабочая неделя позади и мы вновь в этой студии, чтобы подвести ее итоги. Здравствуйте, с вами Наталья Мороз. В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». И вот какие специальные репортажи подготовили корреспонденты ОРТ. Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет и находилось в коробке. Младенец в мусорном баке, что толкает родителей на жестокое обращение с детьми. Я привезу обратно к нам в Люксембург нашу русскую коммуну. Много интересных идей и проектов. Они уехали, но обещали вернуться. Чем запомнится международный форум Евразия-2018? У! 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 Оренбург! Испытания на выносливости дружбу. Как проходили соревнования «Зорница по Волжье-2018»? Бело пламя. Страшно, конечно, очень страшно. Мы до сих пор не можем никак отойти. Три серьезных пожара за сутки. В опасности люди и дома. Кроме того, эта неделя была богата и на другие события. О них расскажем в нашем традиционном обзоре. Начало недели омрачило весть о смертельном ДТП. Авария произошла на трассе Оренбург-Акбулак в районе города Солилеск. Водитель автомобиля ВАЗ-2143 выехал на встречную полосу, где в это время шла Приора. В результате столкновения погибли три человека, еще двое получили травмы. Во вторник в областном центре собрались ученые из 14 стран и 45 регионов России. В Оренбурге прошел Международный степной форум. В этом году он стал восьмым по счету. Более 300 специалистов обсудили проблемы степных природных зон. Инициаторами встречи стало Русское географическое общество. На этой неделе полицейские обнаружили наркопритон в Сорочинске. 54-летний мужчина приглашал к себе наркозависимых. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет тюрьмы. А в Бузулуке правоохранители обнаружили 17 точек дикорастущей конопли. В результате из незаконного оборота изъято более 30 килограмм наркотических веществ. В четверг в Оренбурге открылась выставка-ярмарка «Миновой двор». В этом году она проводилась уже в 37-й раз. Традиционно на одной площадке объединились товаропроизводители, поставщики, переработчики, продавцы и покупатели. Порядка 200 участников. По традиции продукцию лучших компаний отметили знаком качества. Уборочная кампания подходит к завершению. На сегодня убрано почти 90% зерновых. Намолочено около 2 миллионов тонн зерна. Самые низкие показатели в Домбаровском и Новоорском районах, Ясненском городском округе, Оренбурге и Орске. Средняя урожайность составляет чуть более 9% с гектара. Одновременно с уборкой аграрии приступили к севу азимых. На сегодня уже засеяно 60% сельхозугодий. Накануне по всей стране прошел масштабный спортивный праздник Роснации. Традиционный забег на 1 километр. Он проходил в 14-й раз. Только в Оренбурге дистанцию преодолевали почти 10 тысяч человек. Почти 4 миллиона рублей раздали молодежи. Именно таким грантовый фонд оказался в этом году на Международном молодежном образовательном форуме Евразия. Закрытие его было не менее феричным, чем и старт. 77 стран, 80 регионов России, 5 дней напряженной работы, десятки тематических площадок, мастер-классы и панельные дискуссии известных спикеров. Насколько запомнился опыт экспертов? Какие проекты молодежи покорили комиссию? И чем удивил 3-й международный форум Евразия? Россиян и иностранных гостей. Подробнее далее. Евразия – форум возможностей. Один за другим на сцены поднимаются обладатели грантов. По традиции на церемонии закрытия объявляют авторов лучших проектов. 3 миллиона 700 тысяч рублей. Грантовый фонд Евразии 2018. Александр на родину везет сертификат в 300 тысяч рублей. На Оренбургской площадке он презентал социально значимый проект для республики. Представил проект первый молодежный форум в республике Молдова «Евразийская перспектива». Граждане молодежи республики Молдова из Гагаузии, из Приднестровья, из других территорий, других регионов, других городов Молдовы смогут принять участие в этом форуме. Федеральную поддержку получают не только ребята из России, но и другие государства. Всем участникам сертификаты. Около 40 команд теперь обладатели заветного документа. Реальные идеи проекта, десятки инициатив на актуальные темы берут на вооружение друг у друга. Мне очень понравился этот форум, потому что после него я привезу обратно к нам в Люксембург, в нашу русскую коммуну, много интересных идей и проектов. Позади шесть напряженных дней. Первые лица области со сцены говорят слова благодарности за проделанную работу. Я уверен, что каждый из вас, каждый из этих дней запомнил нам всю жизнь. И уезжая из Оренбуржья, уезжая из сердца Евразии, навсегда в своей памяти оставит добрые, хорошие воспоминания о России и об Оренбурже. Уже на следующий день во дворе губернаторского историко-крывейческого музея организаторы-волонтеры форума «Евразия» вновь вместе. На встрече в неформальной обстановке говорят об инициативе его проведения и особенностях. Одна из них – это масштабный за всю Евразию волонтерский корпус. В этом году на участие подали рекордное количество заявок. Порядка 600 человек со всего мира. Отобрали лучших – 180. Волонтеры незримо были рядом с участниками все 24 часа в сутки. Сопровождали гостей, решали бытовые и организационные вопросы. Волонтеры с Европой безумно оценили то, что в России появилось не только молодое волонтерское движение, но и серебряное в том числе. Разные языки, мировоззрения и интересы. Оренбург в третий раз теряет границы между Европой и Азией. В этом году на форуме делается акцент на национальном разнообразии участников. Своим опытом жить вместе и дружно в многонациональной Оренбурге готовы делиться с другими. Сегодня в ходе смешения разных культур мы говорим о том, что культура вообще многонациональная, эклектичная. В Оренбурге появляется еще одно отделение гирдии межритинческой журналистики. На международном форуме Евразии президент всероссийской гирдии Маргарита Лянге дает старт. Торжественное открытие проходит на заседании в форме круглого стола. Тема нашего отклика у участников международного форума. В аудитории нет свободных мест, ведь сегодня в межнациональном отношении особое внимание. Немалую роль в этом отводят и средства массовой информации. В критической ситуации проверка гражданского общества. Проверка вас, проверка вашей реакции. Потому что то, что происходит в соцсетях, а там сейчас жуточайшая ксенофобия и национализм, к сожалению. Открытие Оренбургского отделения гирдии межритинческой журналистики – долгожданное событие. Оно стало восьмым в Приволжском федеральном округе. Новое отделение появилось на базе телеканала ОРТ, в состав которого вошли сотрудники телекомпании. Руководителем Оренбургской гирдии стала Инна Томилина. Гильдия межритинческой журналистики появилась в Оренбурже только сейчас, и это очень важно. Потому что Оренбурж является приграничным регионом, мультинациональным регионом. И, наверное, писать, уметь рассказывать о национальностях, об их быте, об их традициях, об их семьях, об их особенностях характера – это очень важно. Я очень рада, что именно Оренбургское региональное телевидение стало участником и инициатором открытия гильдии межритинческой журналистики в Оренбурже. Потому что у нас на самом деле очень большой ресурс. Есть программы, есть эфирное время, есть замечательный коллектив, который все это сможет передать нашим телезрителям. В новом сезоне для телезрителей мы подготовили еще больше программ об этносах Оренбуржья. Вместе с вами мы будем читать стихи на всех языках народов, живущих в регионе. Посетим национальные села, узнаем, как и чем живут народы Степного края, чем гордятся и как сохранять свою культуру. А также в новом проекте «Национальный аспект» будем говорить о тех трудностях и проблемах, с которыми приходится каждый день сталкиваться представителям народов Оренбуржья. И вместе искать пути их решения. Ведь несмотря на то, что все мы разные, мы равные и мы вместе. Именно это станет одним из главных направлений школы межритинческой журналистики, который откроется на базе телеканала ОРТ уже в следующем году. А пока шары желаний участники Евразии запускают в небо. Но это не конец, а лишь начало большого пути. Пути к объединению тех, кто говорит и думает на русском языке. И неважно, в какой стране ты живешь и какую веру исповедуешь. Наталья Вороса, Лисавр Горбунов, Константин Воробьев. Итоги недели. Эта неделя вообще была богата на приятные встречи. Очередная, которая попала в объектив нашей камеры, точно запомнится надолго. Она состоялась спустя долгих 10 лет. В областном центре ребята из Южной Осетии встретились с оренбуржцем Азатом Нуртышевым. С парнем, который в августе 2008-го участвовал в боевых действиях во время грузино-осетинского конфликта. Пятидневная война. Второе название тех страшных событий. Но именно она перевернула всю жизнь молодого оренбуржца. Там он был серьезно ранен, оказался на грани смерти. Но чудом молодого человека удалось спасти медикам. Его подвиг заставляет взглянуть на войну другими глазами. Сегодня Азата называют героем нашего времени. Как прошла встреча? Смотрите далее. Он идет неторопливо, прихрамывая. У Азата нет ноги и руки. Он практически ничего не видит. Встреча спустя 10 лет с теми, за чем мирное существование сражался 19-летний солдат. Мы проехали туннель, колонна попала в засаду. Был сильный артиллерийский минометный обстрел. Август 2008-й год. Грузия объявляет о начале войны с Южной Осетии. Президент России говорит о спецоперации по принуждению к миру. В регион вводятся значительные российские силы. Гранатометчик из Адамовского района Азат в их числе. Его колонна попадает в засаду под Схинвалом. Разорвавшимся снарядом парню отрывает ногу. А после люком БМП зажимает руку. Тройной перелом. Его госпитализируют. В Москве полтора месяца находится в искусственной коме. Врачи борются за жизнь солдата как могут. И это не удается. Он стал идти на поправку. Полтора года проводит в больнице. Но только после комы Азат теряет зрение. Остановить которое медикам так и не удается. Всевышний дал жизнь. Даже в таком положении, значит, еще есть смысл в моей жизни, в этой жизни. Значит, стоит жить. Я взял в себе руки и живу. Эти аплодисменты – знак благодарности за стойкость и силу воли. Ребята признаются, в их лице сегодня говорит спасибо весь народ Южной Осетии. Буквально несколько недель назад, 26 августа, в нашей стране отмечалась 10-е годовщина признания независимости Республики Южной Осетии, Российской Федерации. Значит, наш стадион вмещает всего 5000 человек. Но туда собралось в два раза больше людей. Приходили дети, которые еле-еле понимали, что происходит. И взрослые старики, 97-летний человек пришел. И он просто хотел отблагодарить своим приходом туда и сказать спасибо. Они говорили всем спасибо. Весь зал, весь стадион стоял стоя, когда посол Российской Федерации Республики Южная Осетия зачитывал поздравительную от президента Путина. Это встреча двух народов, которая останется в памяти каждого. У войны нет лица, сколько бы она ни длилась. Это всегда горе и страдания для обеих сторон. Они увидели портрет того человека, который их защищал. Простого русского парня, который умеет дружить, умеет любить. Так же страдал, так же переживал. Сегодня не сдерживают слезы даже мужчины. Жизнь после войны есть. Азад своим примером это наглядно показывает. Его жизнь, семья, жена и две дочери. Младшая в этом году пошла в первый класс. Азад не скрывает волнения. Это первая встреча с народом, за которой он воевал. Важная, очень важная для меня эта встреча была. Я за 10 лет еще никого в Южной Осетии не видел. Для меня было очень сильно приятно. Я впечатлен этой встречей. Пять дней войны и 10 лет после. Совместное фото на память как напоминание о страшных событиях тех лет. И как пример, что выдержать испытания войной простой парень, гранатометчик из Оренбургской области, смог достойно. Наталья Мороз и Игорь Бероев. Итоги недели. Далее реклама, после которой мы вновь в этой студии продолжим подводить итоги семеней. Впереди еще несколько специальных репортажей. Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет и находилось в коробке. Младенец в мусорном баке, что толкает родителей на жестокое обращение с детьми. Было пламя. Страшно, конечно, очень страшно. Мы до сих пор не можем никак отойти. Три серьезных пожара за сутки. В опасности люди и дома. Испытания на выносливость и дружбу. Как проходили соревнования «Зарница по Волжье-2018». В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем. Горят дачи и участки, гаражи и степь. На этой неделе трижды спасателям пришлось выезжать на серьезные пожары. Под угрозой находились сотни жилых домов. На месте ЧП работали все экстренные службы региона. Спасатели задействовали железнодорожную и авиатехнику. А в пятницу был введен режим повышенной готовности. Первое крупное возгорание произошло в четверг в поселке Кушкули. Вспыхнула сухая трава. Огонь распространяется постепенно мгновенно. Под угрозой воинская часть и дачный массив. На борьбу с огнем брошены все силы. 24 единицы техники, 170 человек личного состава. С воздуха за ситуацией следят два беспилотника. Пожару присваивается третий уровень сложности. Если говорить непосредственно по СНТ «Сокол», то сгорело 15 дачных участков. Реально два пригодных для проживания людей. Жертв нет. А спустя несколько часов происходит еще одно возгорание в поселке Первомайске Оренбургского района. По предварительной версии, причина пожара – сухая трава. Дальше огонь перебросился на гаражи. В результате огонь повредил 55 гаражей, 15 сараев и два автомобиля. В пятницу загорелась посадка вдоль трассы Оренбурга-Лек. Огонь подошел к домам села имени 9 января. В зоне риска почти 5000 жителей. На месте более 300 пожарных ликвидировали возгорание лишь спустя 4 часа. К счастью, жертв удалось избежать. Они сражаются за победу, как настоящие бойцы. На этой неделе Оренбург вновь стал местом притяжения юнормейцев со всего Приволжского федерального округа. Зареница Поволжья на 4 дня объединила команды из 14 регионов России. Это порядка 200 ребят. У всех одна цель – дойти до финала и победить. Военно-спортивные соревнования – это один из социально значимых проектов округа. Цель – не просто привлечь ребят к военно-прикладным видам спорта, воспитать чувство взаимовыручки и товарищеской поддержки, но и подготовить подростков к службе в вооруженных силах России. Насколько это получилось сделать в этот раз, узнала наш корреспондент Ольга Энгельс. Поправить ленты, подровнять строй. Последние приготовления и команды замирают. Торжественная церемония открытия военно-спортивных соревнований «Зарница Поволжья» впервые проходит у памятника Александра Пархаренко. Герой России, подвиг которого известен на весь мир, в свое время тоже принимал участие в «Зарнице». Он был капитаном Тюльганского района. Мы с вами открываем финал «Зарницы» Приволжского федерального округа святом для каждого оренбуржца и для каждого россиянина месте у памятника Героя России Александра Пархаренко, нашего земляка. И я уверен, что дни, проведенные в Оренбурге, останутся в жизни каждого из вас с добрыми, хорошими воспоминаниями. Первое испытание. На стадионе бег на короткие дистанции, метание гранат. Соревнованиям команды подходят ответственно. Для большинства участников это не только игра. Мне нравится этот вид спорта. Он развивает физическую подготовку, с которой в дальнейшем можно поступить в военное заведение. И также это полезно для здоровья. Хотел бы поступить в военно-морское училище на химическое. «Зарница Поволжья» в степной столице проводится уже в шестой раз. В пяти из них оренбургские ребята становились чемпионами. И лишь в прошлом году спустились на третью строчку. Именно тогда команда провела разбор полетов и целый год делали работу над ошибками. Без выходных и каникул. Провели сборы в Самородово на этой же базе. Также готовятся все другие команды со сборами. Без сборов подготовки не будет. Когда сборы, вся команда на месте, с ней можно проводить все мероприятия. А когда сборов нет, кто-то уехал, кто-то мама забрала. Потому что родители тоже хотят с детьми куда-то к бабушкам и дедушкам съездить. А так команда готова. Будем надеяться. Второй день соревнований. Испытания становятся все серьезнее. Сегодня строевая подготовка, сборка-разборка автомата и, собственно, кросс. Оренбургская область пока в числе лидеров. Поэтому ребята рассчитывают только на победу. Несколько минут на разминку и на старт. Трасса один километр. Первыми бегут девушки. В этой дисциплине дорога каждая секунда. Помогает поддержка руководителей, тренера и товарищей по команде. Давай беги! Сборка-разборка автомата Галашникова среди участников считается не самым простым видом. Здесь нужно применить силу, сноровку и опыт, говорят участники. И хотя считается, что держать в руках автомат не женское дело, но некоторые девушки справляются с этим устройством очень ловко. Виктории Зиновой понадобилось полгода, чтобы разобрать и собрать автомат быстрее своих соперниц. Общевойсковой защитный комплект. За неправильно надетый противогаз или перчатки снимают драгоценные баллы. За каждой ошибкой ребят пристально следят судьи. Была силовая гимнастика. Девчонки особенно очень прибавили, заметно. Это радует, потому что у нас уже сумма достигнута, будем говорить, за 70 неоднократная. Уже приблизились к порогу 100. Это не было в истории данных соревнований. То есть 100 сгибаний-разгибаний. Это дорогого стоит. Каждый год соревнования отличаются от предыдущих. В этом году участников ждала насыщенная культурная программа. Вечер ДОСАВ, вечер казаков, вечер ветеранских организаций, причем самых разных, от Великой Отечественной войны, тех, кто еще сегодня может общаться с ребятами, до ветеранов афганской, чеченской компании. То есть тех, кто не понаслышке знает, что такое боевой опыт, что такое боевой дух. Четыре дня изнурительных испытаний. Последнее, самое сложное. Тактическая игра на местности. Спасение раненых, химическая атака, отражение врага. Маршрут тренировочный, зато эмоции настоящие. Результаты меняются каждую минуту. У нас сплоченный коллектив, и каждый старается приносить максимальные очки в каждом виде. У-у-у, Оренбург! Команда-победитель будет представлять наш округ на всероссийской игре «Победа». В прошлом году это были юноармейцы из Чувашской республики. Всего на разных этапах военно-спортивной игры принимали участие более двух тысяч подростков. Для многих «Зарница» стала первой ступенью к исполнению мечты. Большинство из них посвящают свою жизнь защите Родины. За шесть лет «Зарница» стала настоящей школой патриота для тысячи подростков при Волжского федерального округа и для всей России. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Георгий Бурлуцкий. Итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в Орске погибло сразу два младенца. В одном из случаев мать задушила новорожденного и выбросила в мусорный бак. Сколько детей становятся жертвами по вине родителей? Выяснила моя коллега Анастасия Синченкова. На скамье подсудимых многодетная мать. 30-летняя женщина обвиняется в убийстве с особой жестокостью. Своего двухмесячного ребенка женщина заморила голодом. Почти месяц она оставляла малыша без воды, пищи и ухода. Следствие настаивает, на протяжении этого времени они вместе с супругом употребляли наркотики. В судебном заседании она категорически отрицала свою причастность к смерти ребенка. Выдвигая различные версии. И одной из версий произошедшего, по мнению подсудимой, явилось наличие врожденных заболеваний, которые своевременно не были диагностированы. Специалистами установлено, ребенок родился совершенно здоровым. Несмотря на то, что на протяжении беременности мать употребляла наркотики, причиной смерти стало истощение. Решением промышленного районного суда обвиняемого приговорили к 12 годам в колонии общего режима. Подобные шокирующие истории по всей России. В Челябинске отец убил годовалого малыша. Жительница Петербурга призналась в убийстве полуторамесячной внучки. В Чуваше мать из-за суеверий задушила свою четырехмесячную дочь. Подобной трагедии и в Оренбуржье. Орск. Мать легла спать и прижала своим телом новорожденного ребенка к батарее. В результате младенец получил смертельные ожоги. Известно, что в тот момент женщина находилась в состоянии опьянения. Пьяный отец пытался успокоить плачущего младенца. С сына на руках он споткнулся и упал, придавив ребенка своим весом. Несовершеннолетний от полученных травм скончался. В опиющий случай жестокости и в Оренбурге полугодовалый малыш оказался на больничной койке. По словам близких, мальчик пострадал из-за агрессивной выходки матери. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сильные ушибы. Бабушка ребенку утверждает, к ее внуку регулярно применялось насилие. Она его избивала с двух недель. У меня все зафиксировано на фотографиях. У меня есть эти синяки, царапины, побои все его. И голову могла расцарапать, и щипала его, лишь бы не сидеть с ним. В отношении матери следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Установлено, 30 марта женщина нанесла 7-месячному сыну серьезный вред здоровью. При этом уверяла медиков, ребенок сам упал с ходунков. Ребенок находился у нее на руках, она пыталась ему надеть колготки. Ребенок начал плакать, соответственно, ее это возмутило, и она с силой бросила его на пол. Соответственно, 7-месячный ребенок ударился головой в кофельный пол. Давая характеристику личности подозреваемой, предварительно известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности. За содеянной Оренбуженке грозит до 10 лет лишения свободы. Еще одну горе-мать ждет наказание. Утром 10 сентября в Орске в мусорном баке найдено тело младенца. Ребенок был завернут в пыль и тилен и помещен в коробку. Следователям удалось установить личность подозреваемой. Установлена личность мамы, которая родила ребенка, женщине 19 лет. Она пояснила, что сама воспитывалась в детском доме. Средств существования у нее очень мало. Забеременев, она решила, что прерывание беременности стоит очень больших денег. И посчитала, что рождение ребенка и потом лишение жизни – это более такой лучший вариант для ребенка. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился доношенным и здоровым. Женщина сама задушила младенца. Сейчас она дала признательные показания. По статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» ей грозит до 5 лет лишения свободы. С разницей всего в несколько дней на востоке области происходит еще одна трагедия с участием несовершеннолетнего. Родители оставили младенца без присмотра. Он захлебнулся и умер. Психологи бьют тревогу жестоко в семьях по отношению к детям. Сегодня не редкость. Эта агрессия живет в каждом человеке. В каждом. Она в древнем мозге. Есть понятие «древний мозг». Он рептилоидный, этот мозг его еще называют. И если что-то не так идет по плану, как планирует сам человек, то любой раздражитель в виде крика ребенка, а дети все кричат, это понятное дело, да, то там животик заболел, то еще что-то, да, то вымещает как бы злобу. Это выместить злобу. По словам специалистов, насилие в детстве оставляет отпечаток на человеке. Уже во взрослом возрасте он может начать проявлять агрессию. Выражаться это может и в садистских наклонностях, и в преступных деяниях. В зоне риска семьи, которые находятся в социально опасном положении. Таких сегодня по области насчитывается чуть больше двух тысяч. Они находятся на постоянном контроле. Сотрудники полиции проверяют условия содержания детей в неблагополучных семьях. В один из последних рейдов Стражи Порядка устанавливали, насколько готовы дети к учебному году. Ну здесь все как обычно, как должно быть. О, конечки, цитатки, дневники. Эту семью поставили он на учет несколько лет назад. Из учебного заведения пришел сигнал о том, что родители злоупотребляют спиртным. Проверка показала, в доме антисанитария, нет отопления. Сейчас супруги исправляются. Ежегодно в Оренбургской области погибают около 70 детей. Сотни оказываются в больницах. Полицейские констатируют, 25% этих случаев можно было избежать, если бы не халатность родителей. Анастасия Синченкова, Игорь Бероев и Владислав Горбунов. Итоги недели. Такое корреспонденты ОРТ запомнят эту неделю. На этом все. Я напоминаю, вернуться к обзору событий и проектам команды ОРТ вы можете на официальном сайте media56.ru, а также в наших группах в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Ровно через неделю мы вновь в этой студии подведем итоги 7 дней. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова